На наших южных соседей-челябинцев обрушилась типично южная напасть, прям-таки нашествие лютой живности, а именно лугового мотылька. Казалось бы, милая такая скотинка, красивенькая бабочка. Но когда их тучи, и они начинают конкурировать за жизненное пространство с хозяевами квартир, а также развивать рот на их пищу и урожай, то это уже начинает напоминать прямо казни египетские под номерами 3 и 4. Граждане жалуются, что эти мотыльки, буквально повсюду, причем в таком количестве, что жутковато становятся, не спасают даже верхние этажи жилых небоскребов, долетают и дотуда. По вечерам вокруг плафонов в подъездах мотыльки устраивают такие массовые оргии, что свет от них меркнет. В квартирах они беспардонно приземляются на лица спящих хозяев, отчего те порой резко пробуждаются в прединфарктном состоянии. Автомобилисты то вешаются, то стреляются, когда по итогам поездки сквозь тучи насекомых стекла и решетки радиаторов их маленькими трупиками оказываются загаженными так, что месяц в семи водах со скипидаром не отмоешь. Но это все цветочки, чисто косметические неудобства городских. А вот где ягодки, так это в огородах. Точнее там, в огородах, эти ягодки как раз и сжирают, иногда целыми плантациями. Конечно, не сами мотыльки, они свое отъели, их задача теперь отлюбить свое, порхая беззаботно и отложить яйца. Вот яйца и есть, залог будущих проблем, когда из них вылупятся гусеницы, прожорливые до беспредела. Сожрут все, что человек себе на съедение посадил и выращивал. Правда, нынешний урожай, уже вряд ли им по зубам, его уже много сами люди поубирали. И все же даже это челябинское мотыльковое нашествие – сущая мелочь по сравнению с атакой на Анапу в исполнении озверевших божьих коровок, которые, оказывается, кусаются и чудовищно больно кусаются, причем нападают целыми бандами, ибо хищники и охотники. Точно так же ту же Анапу поразило еще и нашествие пауков, так что челябинцам сейчас достается лишь слабый отголосок тех реально страшных казней, что выпали курортному городку. Ну а виной всему, как нетрудно догадаться, аномальное жарища. Из-за нее резко выросли объемы мельчайшей живности, на которую эти хищники охотятся. И из-за этого же те же мотыльки успевают нарожать по несколько поколений за сезон. Остается лишь надеяться, что перезимуют они с большущими потерями.